Наша последняя тема, дорогие друзья, о подготовке самого проповедника. Мы много говорили уже о проповеди, немножечко еще поговорим о том, как же подготовиться самому, как проповеднику, к тому духовному явлению, которое называется проповедь или толкование Писания. Я предложу вам четыре личных таких аспекта духовной подготовки проповедника. Во-первых, преклоняйтесь перед Богом. Это определенное состояние Духа, которое можно охарактеризовать как некое даже такое увлечение Богом, захват Богом, страх перед Ним, глубокое смирение перед Его господством и тихая радость, доверие Ему и надежда на Него. А когда вы подходите к Писанию, или некоторые люди подходят к Братьям, они часто забывают, просто у них вылетает с головы, что перед ними Автор, Творец неба и земли, Владыка, Господь и Бог, перед которым дрожит вся Вселенная. И поэтому мы должны, подходя к Его Слову, желая, чтобы Он открыл нам Его, особо внимательно смиряться перед этим Словом. И поэтому, если такого нет, то проповеди таких братьев, похожих на человеческие рассуждения, каких-то хороших, может, моральных вещах, но они очень далеки от сердца людей. Во-вторых, глубоко смиряйтесь перед Его Словом. Апостол Петр пишет, кто говорит, говори, как слова Божьи. Джон Пайпер, один из известных пасторов, спрашивает, могут ли прихожане наших церквей, оставляя воскресные богослужения, забрать с собой ощущение присутствия Господа, осознание Его суверенной воли, память о Его благодати и видение Его бесконечного бытия. Поэтому, друзья, своим отношением к Слову проповедник говорит иногда больше, чем сутью им сказанного. Прок Исаия говорит, Бог через Исаию, вот на кого я презрю, на смиренного и на сокрушенного и на трепещущего перед Моим Словом. Поэтому любите Слово, глубоко уважайте это Слово, цените, и в первую очередь верьте этому Слову, лично как проповедник. Правильное отношение к Слову очень важно и включает в себя некоторые такие моменты. Это понимание того, что оно несет в себе абсолютный авторитет Бога. В этом одно из отличий экспозиционной проповеди. Она передает слушателям не только сущность истины или правды, но и ее власть. Мы говорим людям от имени Бога, и люди воспринимают нас как Слово от Бога, как глаз Божий. Подумайте, какая ответственность лежит на нас проповедника. Во-вторых, кроме того, правильное отношение к Слову предусматривает глубокую убедительность или убежденность в безошибочности, доступности, ясности и достаточности Писания для нашей жизни. Если все это у вас есть, тогда ваше Слово и ваша проповедь, она будет живой. И еще один важный такой момент. Исследуя библейский текст, друзья, проповедник в повиновении Духа должен иметь полную уверенность, что он действительно может понять то, что написано Святым Духом. Он не должен извиняться, сомневаться. Он должен верить, что Бог открывает правильно, что Бог показывает, что Бог ведет, Бог подкрепляет даже чудесами, если надо то, что Он говорит, как это было у апостолов. Кроме того, правильное отношение к Слову предусматривает готовность проповедника принять, принять истинное значение текста, независимо от того, насколько удобен текст для него самого. Третье. Возрастайте в познании Слова сами. Работая как проповедник, друзья, вам нужно расти. Даже простой тест. Подумайте, отличается ли ваша проповедь от проповеди 5 лет назад, или даже, может быть, год назад. Порой кто-то скажет, ну, не сильно, наверное. Это означает, что если ребенок не растет, он больной. Или, может быть, чего-то не хватает. Обычно умные родители ведут его к врачу. Он что-то не растет, не развивается. И мне кажется, порой отсутствие роста у проповедников есть тоже проблемой более духовного глубокого характера. Или это грех, который остановил его рост. Или это обычная лень, что тоже есть духовным грехом, или духовные проблемы. Или что-то еще. Чтобы расти, вот что необходимо. Регулярно и много читайте, и изучайте Писание. Вы должны Писание знать намного больше, чем ваши слушатели. А после ваших проповедей у людей будет много вопросов. И вы должны как бы предусмотреть эти вопросы. Понять, что люди будут спрашивать дополнительных объяснений. А может, вот это не совсем понятно. Объясни, брат. Если мы вот такие узкие, мы не думали за грани нашей проповедей, будет очень сложно и неловко не знать ответов. Хотя, соглашусь, не все мы можем знать. Во-вторых, периодически читайте книги Библии за один присест. От начала до конца. А иногда вот читайте по чуть-чуть, по частям. Чтобы, может быть, видеть и общую картину, и более конкретную. В-третьих, выбирайте иногда время для такого более тщательного, глубокого исследования. Не просто чтения, а исследования отдельных книг Библии. С ручкой, с бумагой, с карандашами. Может быть, с каким-то комментарием. Чтобы вы росли. Чтобы сегодня вы знали больше, чем вчера. А завтра больше, чем сегодня. И в-четвертых, в-последних. Учитесь, учитесь, и еще раз, учитесь мыслить, думать. Проповедник, он должен быть мыслителем. Он должен уметь анализировать факты, сопоставлять, сравнивать, отбрасывать, отсекать, выбирать, делать выводы. Он должен быть способным понимать аргументы библейских авторов. Видеть, как они утверждают, иллюстрируют, доказывают, доводят до разума представленную ими истину. Его мышление должно быть последовательным, структурным, чтобы он был способен хорошо понимать детали, не выпуская при этом общего контекста. Поэтому, друзья, работайте над собой. Пусть процесс будет бесконечным, пока не придет наш Господь. Редактор субтитров А.Семкин